Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня хочу поделиться с вами обновлением. Я выпустил новый советник Сетка А2017. Не стоит пугаться слова Сетка. Советник как может работать сетками, так может ими и не работать. Просто вот у него такое название уже больше 4 лет. И я не отступая от традиции продолжаю называть Сетка 2014, 2015, 2016, 2017. По своей сути это получился мощнейший комбайн. Мощнейший. Да, неважно. Суть не в этом. Суть в том, что очень серьезная программа, которая может работать по-разному. И самое главное, в ней есть два алгоритма. Автоматический, когда трейдер не вмешивается в работу программы. И ручной, когда программа помогает трейдеру вывести убыточные сделки в плюс. Либо контролирует торговлю трейдера. Итак, поехали теперь по порядку. Советник этот я разрабатывал еще, начинал разрабатывать где-то с 2010 года. По мере исследования валют, рынков, терминала, языка, математических алгоритмов я его постоянно улучшал. На моем сайте есть версия 2014 года, 2015, 2016 и вот я сделал версию 2017 года. А на некоторых других сайтах еще остались версии 2011, 2010 и других годов. Но они уже морально устарели, эти советники. Поэтому они есть даже в открытом коде. В них нет денег и нет ничего интересного. Ну, помимо там некоторых моментов. Ну да ладно. Суть не в этом. Еще где-то в начале 2011 года или в конце 2010 я написал советника помощник номер 5. Многие люди до сих пор просят, чтобы я присылал помощника номер 7. Потому что в торговлю я применял помощник номер 7. И на сайте у меня был выложен именно помощник номер 7. Он был недолго на сайте, где-то несколько месяцев. Но из-за того, что там были некоторые ошибки, и я тогда не знал, как реализовать некоторые алгоритмы, я убрал этот советник. Он был рискованный, довольно-таки рискованный. И чтобы люди, которые пользуются моими программами, не пострадали, я его убрал с сайта и все. Но до сих пор многие пишут, дай, дай, дай им попользоваться. Значит, смотрите. 2011 год. Я торговал этим советником на реальном счете. Это единственный реальный счет, который я опубликовал и показываю людям, которые у меня спрашивают, как я торгую, какие у меня были доходы и как этим занимаюсь. Значит, это июль 10, 10 сентябрь, 2011 год. Пошел июль. Июль, июль. В 2011 году, 2010 год. А, сентябрь, а потом июль, по-моему. Ну, в общем, в 2011 году я торговал этим советником. Торговал на брокере Forex4U. Он есть у нас в партнерах. Можете открывать там счет смело. Довольно-таки хороший брокер. И я сделал почти 200% этим советником. Получилось так, что я работал и замониторил счет на моей фейсбуке. Я поставил советник. Я еще тогда его не опубликовал. Я сам его тестировал на реальном счете. Ну и, соответственно, я тогда с помощью этого советника заработал себе на мощный хороший компьютер. Написал на старом слабом компьютере. И благодаря советнику я заработал себе на мощный хороший компьютер. Я снял всю прибыль, которую я получил. И купил там на нее компьютер. И еще кое-куда, кое-как распределил с этими деньгами. Но не суть важна. Суть важна в том, что помощник помогал трейдеру выходить из убыточных сделок. То есть трейдер торгует по своей торговой стратегии и получает по ней прибыль. Но в те моменты, когда он ошибся, советник помогает вывести убыточную сделку в плюс. Все просто как два пальца. Итак, значит, этим я вам показал. Похвастался, как работал советник. Это другие разработки. Не суть важна. Вот так вот он работал. Так вот мы шли, перли. Значит, поехали дальше. Дальше, дальше. Значит, я написал версию 2017 года. Это свежая версия. Вот только сегодня я опубликовал. Сделал рассылочку небольшую пользователям. Многие ждут этот советник. Мысль потерял. А, значит, советник может работать в двух алгоритмах. Автоматическим, полный автомат. И в ручном режиме. Ручной режим больше предназначен для того, чтобы помогать трейдеру торговать по стратегии трейдера. Ручной режим впервые я добавил, насколько я помню, в версии 2016 года. И этот режим очень получился интересным и популярным. Очень много там было интересных моментов именно связано с ручным режимом. Ну, я сейчас все покажу, как это работает. И, соответственно, я собрал все самое лучшее, что я знаю, понимаю, в программировании, в советниках, там, во всем, во всем, во всем, что связано с торговлей валютами. И собрал в этом советники. Итак, давайте запустим советник. Я вам покажу, как он работает в тестере стратегии. Запустим в автоматизированном режиме. Так, сетка А2017, евро, доллар, визуализация. Отключаем оптимизацию. Кстати, да, я делал оптимизацию советника. Вот она у меня на втором мониторе. И вот такие вот результаты. По ценам открытия, это не совсем качественная, как сказать, оптимизация. Ну, и дай бог с ней. Начинал я примерно с 10 тысяч. Да, с 10 тысяч. С 10 тысяч долларов, по-моему, стартовал. И закончились на 121. То есть, видите, алгоритм подбирал, терминал подбирал, подбирал настройки. И вышли мы очень большое количество вариантов, которые на 121 тысячу вывели. Максимальный результат. Максимальный результат при минимальных просадках. Вот это отчет оптимизации. Потом я сделаю отчет. А, ну, сет файлы сохранить не получается. Ну, ладно, не суть. Значит, за советник мы устанавливаем. Теперь мы сейчас запустим автоматический режим. Да, автоматический, когда торгуют и buy, и sell ордера. Тип ордеров. Несколько типов работы с ордерами. Закрытие каждый тип. Я объясню попозже, как что работает. Я просто сейчас проверяю так, чтобы более-менее адекватно вам показать работу советника. Префикс. Префикс. Это так не нужно. Так это тоже все не нужно. И мы нажимаем кнопку старт. И поехали. Вот таким вот образом советник строит стенки и торгует. Торгует. Обратите внимание, sell ордера у нас вверху. Очень много. Мы идем сейчас в положительные прибыли. И теоретически у нас должна быть equity выше. Буквально за 50 сделок мы вышли в хороший профит. Прошу прощения. Вот мы торгуем. Поскольку советник настроен неким образом, по умолчанию сейчас стоят настройки, то у нас получается такая прибыль. Что тут у нас получается. Да, equity выше. Дальше идем. А, мы запустили по ценам открытия. Прошу прощения. Я думаю, почему еще на треке быстро все летит. Почему оно быстро так летит? Поехали. По всем тикам тестирования. То есть, сейчас настроен такой режим, что советник работает с сеткой. При этом он увеличивает ноты. В случае просадки. Плюс тут еще стоит минимальная дистанция между ордерами. То есть, ну... Идет такая, как бы, скальперская сетка. Она, как бы, агрессивная. Я бы не рекомендовал вам такое использовать. И она опасная. Даже несмотря на то, что, видите, у нас села вверху много. А не дает нам большую прибыль положительную. Это может, ну, нехорошо закончиться. Вот. Вот так вот работает советник. Наверное, мне лучше будет сделать еще отдельное видео, чтобы четко показать работу советника на 10-15, может быть, даже полчаса, как он работает. Сейчас я вам просто показал принцип. Один из принципов, как он работает. А в другом видео я покажу долгий прогон. Сейчас не будем на этом заостряться. Это вы можете сами сделать. Как вы умеете, как вы знаете, как вы тестируете советники. Вы это все сами можете проверить по своему усмотрению, по своему собственному опыту. И есть еще такой вот режим. Второй это полуавтомат. Мануал режим. Ручной, грубо говоря. Мне он нравится, потому что я в своей торговле использую такие режимы. И как он работает. Значит, смотрите. Когда советник стартанет, у вас появится на экране небольшая панелька. Небольшая панелька на буквально 10 ордеров. Вот такая панелька. Ее можно передвигать. Сейчас в тестере она вот так подглючивает. Но вообще на реальном счете, на демо счете она работает нормально. Без вот таких тормозов. Ну и соответственно, если мы скорость прибавим, то и тут тоже она будет работать. Нормально. Суть не в этом. Суть в том, что с этой панельки вы можете торговать. Нажать buy и у вас откроется ордер buy. Без take profit, без stop loss, без ничего. Можно sell открыть. Снова buy. Можно lot изменить. Ну такая панелька для удобства. Значит, смотрите. Чтобы кнопки нажимались без всяких проблем. Мы снимаем выделение с общей панельки. Ну и уже дальше кнопки. И сейчас ордера закроются. Я вам покажу дальше, что в чем фишка. Основная фишка таких советников. Еще я не видел, чтобы кто-то делал похожие алгоритмы, похожие советники. Так, так, так. Закрывай, закрывай. Давай ордера, которые остались. Насколько я помню, цена должна пойти вниз. Суть в чем? Все, ордеров нет. Видите, вот эти кнопочки. В них уже идет расчет лота по Fibonacci. Уменьшим скорость. Например, я торгую и я считаю, что идет нисходящий тренд. Я хочу продавать. Я открываю, появляется вот такая линия. С двумя ценами. Цена этой стороны линии и цена этой. И поле ввода лота. Вот эта маленькая точка, она показывает текущее время. И вот мы вот так вот сделаем, наводим. Если цена коснется линии, будет открыт ордер селл вот этим лотом. Если я, допустим, сделаю так, и цена уже будет здесь. Ну, то есть, время будет больше, чем. То ордер не откроется. Точно так же можно сделать и с бай ордерами. Ну, например, я хочу купить лотом 0.5. Если цена пойдет по тренду. По тренду. И я хочу купить. Вот в том случае. И если вот она опустится ниже синий линии. Тогда я хочу купить советник лотом 0.5. Смотрим, смотрим, смотрим. Купит или не купит. Насколько я помню, там он будет потом опускаться. Значит, купит. Если цена зайдет за линию, советник уже не купит. Линия останется, но он не купит. Так, ускорить я тоже сейчас пока, к сожалению, не могу. Ну, я могу, например, открыть там, вот, sell 0.5, да. То есть, если пробует линию sell, то откроется ордер на продажу лотом 0.5. Я показываю сейчас, как работает советник. Вы выделили линию. Вы можете ее деактивировать, то есть, снять выделение. Вы можете двигать, как вы хотите, эти линии. Под углом. Прямые, непрямые. Как вам больше нравится, так вы можете их двигать. Ну, помните, sell линия, она красная должна быть сверху, а синяя должна быть снизу. Синяя для покупки, красная для продажи. Ну, давай, трогаем, трогаем. И вот отметинки показывали, где будет касание линии. Оп, все, купили. Buy 0.5. Линия исчезла. И мы ждем, когда цена пойдет расти. Что важно отметить? Для чего писался этот советник, этот алгоритм? Смотрите, ребят, как делаются деньги. Не знаю, пробьет, не пробьет эту линию. Может пробьет, может нет. Но мне надо, чтобы в течение сегодняшнего дня пробило. Если пробьет, куплю 0.1. Не пройдет и фиг с ним. Лот 0.2. Если эту линию сегодня не пройдет или резким движением пробьет, тогда откроется лотом 0.2. 0.5. Я выстраиваю сеть виртуальную, без ордеров. Нет отложенных ордеров. Ничего нет, но вот есть такая сеть. Если пробьет сегодня, то этот ордер не сработает 0.5. Получается, работает сетка ордеров. В классическом режиме, как часто трейдера ищут в интернете сетки, они выглядят вот просто вот так. Вот она, просто сеть. И трейдер открывает, цена, когда пробивает, она собирает сетку и закрывает ее там по усреднению, по общему тейк профиту, по общей прибыли. Ну, как-то закрывает. Эта сетка отличается тем, что вы можете сами выбирать количество линий. Вы можете выбирать лоты. И вы можете ордеры располагать под углом. То есть, вам не обязательно прямые линии ждать, когда пробьет. Вы располагаете под углом. Это работает все в полуавтоматическом режиме. Вы, кстати, можете открыть ордер, бай. И потом через время ему снова добавить бай в ордер. И это будет сетка, и она будет работать, извините, по трейлингу, либо по усреднению, либо так, как вы выберете в настройках. Итак, теперь поговорим о настройках. Это очень важно, потому что настройки весьма специфические. И лучше, чем видео, я не смогу их описать на сайте. Ну, я не постараюсь, но вы должны понимать, понимать, что это не так-то легко, потому что специфические настройки. Итак, поехали. Что значит мануал? Мануал, я объяснил. Это режим, когда вы работаете руками. Автомат. Buy plus sell. Это когда советник работает на покупку и на продажу. Only buy. Советник работает только на покупку. Only sell. Советник работает только на продажу. Expert stop trade. Этот режим остановит работу советника. Плава. Дальше. Тип усреднения. Усреднять все ордера и на покупку, и на продажу. Усреднять самый убыточный ордер и самый прибыльный. Усреднять два самых прибыльных ордера. Два последних ордера. Если это buy, то это будет два нижних ордера. Если это sell ордера, то это будут два верхних sell ордера. Теперь трейлинг. Работать сетку. То есть мы накидали сетку и тралить ее без всяких усреднений. Тралить только в том случае, если текущая цена будет выше, чем средняя цена ордеров. В этом случае советник тралит все ордера, которые открыты. Вот у нас открыто 5 buy и цена растет. Мы все 5 buy будем тралить, только в том случае, если цена находится в положительной зоне. Выше средней этих ордеров. Трал all. Тралить ордера, которые находятся ниже цены, ниже текущей цены. Вот у нас 5 ордеров выше цены ask и 5 ордеров buy ниже цены ask. Вот будет тралить только те, которые внизу. Зачем это сделано? Когда цена бьется во флете. Советник набирает во флете большую прибыль. За счет тех ордеров, которые открыты ниже. Он пооткрывал внизу, протралил вверх, закрыл их. Пооткрывал вниз, снова протралил их, закрыл и получил на этом прибыль. Вот для этого сделан такой режим. Дальше. Трейлинг стоп, это понятно. Начальный лот, это понятно. Использовать новый бар для торговли или без нового бара. При выборе он, советник будет открывать ордера с учетом дистанции и появления нового бара. Значит смотрите дальше. Использовать торговлю по тренду. Что это значит? Когда мы работаем бай ордерами и цена растет, покупать ли нам по тренду. Докупаться ли нам по тренду роста. Если он, то советник будет покупать. Какие лоты использовать для покупок при росте? Старт лот. То есть используют лот, который мы установили по умолчанию. Лот ордер. Старт ордер умножается на количество уже открытых ордеров. То есть 0.01 умножается на то количество ордеров, которое уже открыто. Мартин Геллер лот. Это лот увеличивается на 2. Ну тут видите, я сделал комментарий. На 1, на 2, 4, 8, 16, 32. Потом сумма старт лот. Это сумма всех лотов. И к ним прибавляется начальный лот. И фи болот 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. У нас идет рост. Цена растет и мы покупаем. Дальше. Профит степ. Для прибыльной стороны. Это шаг, с которым мы открываем ордера, когда цена растет. Через каждые 50 пунктов. Потом микро степ. Насколько увеличивать. То есть вот здесь у нас один ордер. Мы открылись через 50. Появился второй. Мы откроемся в данном случае через 52 пункта. Появился третий. Следующий откроется через 53 пункта. То есть мы можем увеличивать дистанцию. Трейд лосс. То же самое, только когда цена движется в обратном направлении. То есть у нас есть ордер бай. И цена идет против нас. По каким лотам открыть следующий ордер. Вот у меня стоит по умолчанию FIBA лот. Шаг. Через сколько откроется следующий ордер. Извините. И увеличение шага. И минимальный профит для закрытия всех ордеров. То есть если мы используем Мартингейл. Не Мартингейл. Извините. А усреднения. Которые вот. Макс. Мин. 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 Макс. Макс. И полное усреднение. То это минимальный профит. Который мы получим при закрытии всех ордеров. Префикс. Это для панели. То есть для того. Чтобы никакие левые индикаторы. И ничто не мешало работе панельки в ручном режиме. Мэйджик номер. Это тот номер. Которым помечаются все ордера. И соответственно советник узнает. Что это его ордер. А не ордер другого советника. Кстати. Если вы здесь установите номер другого советника. Вы сможете либо добавлять ордера другому советнику. Либо рулить ордерами другого советника. Либо этим советникам помогать другому советнику. Проскальзывание. И настройка отображения вот этой вот менюшки. Вот то что касается настроек этого советника. Сетки. Вот в принципе и все что касается по советнику. Вроде бы я рассказал все. Спасибо за ваше внимание. Советник вы можете найти на сайте trading-go.ru Вопросы, пожелания пишите под этим видео внизу. Все рассмотрится, все посмотрится. Какие-то хорошие предложения будут реализованы в советнике. Или в библиотеке сигналов, которая будет идти к этому советнику. Еще раз спасибо вам большое за ваше внимание. За ваши отзывы, предложения. Я желаю вам профита. И самое главное здоровья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.